Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я наконец-то буду играть в Майнкрафт после двух попыток записи и нескольких стримов, на которые пришла лишь одна какая-то роддомная дура тупая. Мы здесь, сегодня мы начинаем приключения Юло в Майнкрафт. Я не пытаюсь хайпануть на чужом хайпе, потому что даже Майнкрафт не спасет то, что я настолько скучная. Поэтому, в общем-то, если вы думаете, что я пытаюсь хайпануть, это не так. Я не хайпану. Итак, у меня есть этот прекрасный мир, и я расскажу его предысторию. У меня есть этот прекрасный мир, что называется приключения. Добро пожаловать в мой небольшой хаус-тур. Вот можно увидеть вот здесь. У меня есть два сундучка, печечка, еще один сундучок, крутая кроватушка. И сегодня мы на ужасно важной миссии, которая была отложена на несколько эпизодов. Когда я еще стримила этот прекрасный летсплей, все пошло очень плохо, когда я потеряла все свои вещи в океане. Но я выжила и оказалась на другом острове, где я нашла своего первого лучшего друга в Майнкрафте, коня Федю. Но так как я живу на другой стороне океана, все было очень грустно и плохо, и я не смогла его вернуть с собой первый раз, когда я вернулась домой после всех этих приключений. Но сегодня мы наконец-то будем спасать Федю, а поэтому в прошлом эпизоде, который не вышел, я спустилась в шахту. Я также нашла для него алмазную броню, и я убила чувака, который был с ламами, чтобы забрать у него поводки, что очень важно для сегодняшнего эпизода. Также я думаю сделать мне пару железных всяких штучек, потому что есть шанс, что мне они пригодятся. Я сделаю железные штанишки. Мне нужно больше еды, наверное. Хотя у меня есть картоха, у меня есть это. Я сейчас пытаюсь думать, что мне надо. Мне нужна лодочка. Я возьму еще сено на всякий случай. Сено у меня много. В общем-то, мне кажется, нормик так. Если я что-то забуду, будет очень грустно. Это моя удобная очень дверка, как можно увидеть. Потому что, я не знаю, я была ленивая, чтобы сделать нормальную дверь. О, да. Сегодня мы познакомимся с моим вторым конем. Это алмаз. Алмаз живет достаточно грустной жизнью на данный момент, потому что я боюсь, что она уйдет. Она поможет мне дойти до Феди, потому что океан очень далеко. А мне надо еще через него переплывать. А это фигня, чтобы я не потеряла в своих собственных округах. Я вспомнила то, что мне обязательно надо взять. По идее, это должно сделать то, что я хочу. О, уже темнеет. Очень круто. Но перед этим я хочу проверить, если я успею. О, да. Это робит. Что ж, оставайся так пока что. Это алмаз. Солнышко садится. В какой стороне? В той? Мне казалось, в той. В той она встает. Оп-пу-пу-пу. Та-ра-ра-ра. Па-да-пу-дай, па-да-ди-да-ду-дай. Оп-та-ра-ра. Также я... Да, точно так же мне надо взять крафтин. Это... И на всякий случай сундук. Если я что-то найду прикольное и потеряю его, потому что еду в тупом. Итак, мне нужно найти координаты, которые будут везти меня к Феде. Если бы я помнила, где их. И фоткала. А мы отправляемся в путь? Тогда уж. Надеюсь, что я ничего не забыла, но я что-то, наверное, забыла. В прошлый раз я забыла кровать. В этот раз я не забыла кровать. И я знаю, что кровать мне очень понадобится. Итак, здравствуй, дорогая. Мы отправляемся на путешествие. Сначала мы точно едем вперед, по идее. Но я буду смотреть. С конем, возможно, я даже за один день смогу добраться до той деревни, которая около океана. Здесь где-то есть ведьма, и я не хочу на нее натыкаться вообще. О, нет. Здесь болото. Нам придется обходить. О, нет. Что это было? Это была плохая идея идти через лес. Я не понимаю, что происходит. Я вижу горы, что хорошие. Знак. Еще одно болото. Серьезно? Нет. Да, деревня. Мы ночуем сегодня, как крутые. Спокойной ночи. У них здесь есть кроватка. Мы должны быть рядом. Здравствуйте. Я самый крутой. На яхте плыву одинокий. Свинья под ногой. Отсюда мы, наверное, поплывем. Вау, я не была здесь. У-у-у. Свинья под ногой. Алмаз. Что это было? Поплыли. Я вижу песок. Это хорошая вещь. Я вижу что-то невероятное. У нас есть немного времени. О, нет. О, нет. О, нет. О, нет. Твою мать. Нет, нет, нет. Только не снова. Во-первых, у меня там вещи. Во-вторых, у меня там друг. Я помню, мы были здесь. Окей, ладно. Я абсолютно ничего не вижу. Окей, это не то. Если я сейчас все потеряю... О, нет. Я слишком далеко. Я люблю снег, но не в этой ситуации. И мы лодку взорвали, да? Мне надо посмотреть, как я шла. Слушай, мой. Почему это всегда со мной происходит? Мои вещи! О, нет. Мы делаем очень умную вещь. Мы остаемся спать здесь. Я знаю, Алмаз. Я знаю. Моя турбулентная кровать. Я по тебе скручала. Привет. Я рада тебя видеть. Я хочу все-таки посмотреть, что происходит там. Но я сделаю себе сундук. Но я сделаю себе сундук, как умная девочка. Потому что я не могу пережить еще раз всего этого стресса. Поэтому я возьму все самое главное и положу сюда. Да, здравствуй. Угу. Да, спасибо. Да. Теперь она летает. Круто. Пожалуйста, оставайся тут. Где вы храните сундуки? Я должна найти сундуки в песке? О, я вижу, я вижу. Настолько эпично, как в прошлый раз. Но мне сойдет. Фух. Я дома. Простите уж, мадемуазель. Мне кажется, это хорошее место для базы. И мне кажется, здесь, а не в деревне, я оставлю алмаз. И мы пойдем за Федей. Я все равно хочу спасти Федю в этом эпизоде. Ты тоже хочешь на кровать? Да. Теперь мы плывем к Феде. Вау. Субтитры сделал DimaTorzok. Ах, прекрасный день. Здравствуйте. Прекрасный день. Окей. Турбулентный шлем вернулся! Турбулентный шлем вернулся!